кто сказал что шашлычки дома приготовить нельзя в нашей духовке можно все я с рынка принес лопатку ягненка мясо светлая ягненок молодой я его нарежу маленькими кусочками маленький вот такие вот кусочки небольшие у нас получаются кусочки должны быть совсем небольшие для того чтобы они смогли быстро прожариться для маринада я буду использовать розмарин потому что баранина очень любит розмарин я не буду использовать лук вместо лука я нарежу чеснок все отправляю сюда чили перец для остроты черный перец обязательно причем чем больше тем лучше соль по вкусу чаще всего в маринад я добавляю ворчестер буквально немножко там есть гвоздика она дает баранине очень приятный аромат и вместо какой-либо кислоты вместо уксуса или вместо вина я использую яблоко конечно же яблоко тоже должно быть кислое я его натираем на терке прямо в маринад яблоко лучше тереть на мелкой терке для того чтобы из него больше выделялось сока на килограмм баранины нужно натереть примерно половину яблока не больше иначе будет очень интенсивный вкус яблока добавляем немного растительного масла и все тщательно перемешиваем яблоко нивелирует вкус баранины и он становится не такой интенсивный но если вы добавите в бараний шашлык и лук то лук подчеркнет и запах баранины станет в два раза ярче баранина у меня постояла промариновалась примерно минут 30 теперь нужно ее насадить на шпажки и выложить на пергамент на противень 1 2 шашлычки когда у нас очутились на противень нужно их слегка сбрызнуть маслом чтобы они лучше грелись прям каждый немного поливаем и отправляем духовку ставим верхнюю часть на телескопические направляющие они облегчают процесс готовки но самое главное что здесь у нас 230 градусов и функция вертикальный гриль верхний тен очень сильно греет и шашлычки жарятся не успевая дать воду и температуру 230 а может быть даже 235 градусов сделаем для того чтобы они быстро обжарились пока шашлычки находятся у нас в духовке маринуем лук лук я взял красный нарезаем его тонкими полукольцами складываю в чашечку в лук добавляю щепотку сахара щепотку соли и кусочек лимона завалялся у меня сбрызгиваем лимонным соком перемешиваем чуть-чуть добавляем укроп и оставляем мариноваться лук минут на 15 пока жарятся шашлычки шашлычки готовы ставим на плиту сразу же переносим их на тарелку конечно в духовке не хватает аромата дымка но я вам сейчас покажу как его можно добиться для того чтобы добиться аромата дымка в домашних условиях нужно иметь вот такую вот горелку она недорогая продается но эффекта от нее многое множество все даем чуть-чуть огня мясу и он тут же начинает пахнуть дымком костром природой очень удобная штука да вот здесь и розмаринчик подгорел супер теперь мы сверху выкладываем маринованный лучок но как шашлык у нас без маринованного лука не бывает теперь зелень любую на ваше усмотрение как вы хотите у меня здесь есть кинза у меня здесь есть петрушка зеленый и красный базилик главное чтоб травы были все свежие и ароматные аромат пахнет как будто мы это жарили все на углях но дома мы тоже это можно повторить и вы тоже можете повторить самое главное отнестись к этому с душой мидея почувствуй себя дома